Задача единого государственного экзамена началась с таких предметов, как литература и география. Поэтому возле гимназии номер один не так много школьников. Все-таки эти дисциплины не основные по выбору. Для Валентины Карабановой, ученицы четвертой школы, необходимы результаты ЕГЭ по литературе для поступления на факультет журналистики. Когда-то давным-давно хотела быть режиссером, но к этому надо как-то постепенно подходить. Поэтому решила сначала стать журналистом, потом нравится мне творчество. Писать люблю. Я тоже очень волнуюсь, потому что ночью плохо спали, как будто я сдаю это ощущение. Решила поддержать, прийти дочь, пока она там будет сдавать. Сегодня в Сочи сдают ЕГЭ 270 человек. Из них 214 человек, литературу и 56 географию. Сдача обязательных предметов пройдет чуть позже. Русский язык 28 мая, математика 1-4 июня. Математику разделили на базовую для тех, кому она не нужна в ВУЗе, и профильную. Мы надеемся, что наши ребята хорошо подготовились, у них было для этого достаточно времени, что они сегодня смогут сосредоточиться, собраться и наилучшим образом продемонстрировать свои знания. Шоколадка, как полезное подкрепление, традиционно считается, что она избавляет от чувства тревоги. А с собой в аудитории только знания, паспорт и две черных гелевых ручки. Всего в этом году ЕГЭ в Сочи сдают 2086 человек. Особое внимание уделяется контролю всей аудитории, оборудованной видеокамерами.